Good morning, dear students! How are you? How are you today? Доброе утро, ученики! Today is our new theme at page number 38 and 39. Сегодняшняя наша новая тема на странице 38 и 39. Apps on Go. Приложение в действии. Apps у нас переводится как приложение в две действия. А также текст AppAttack. Атака приложений. App у нас переводится как приложение. Здесь нам дан текст. Пришлю вам ссылку. По ссылке прослушайте видео, просмотрите видео. А также прочитайте текст About AppAttack. Так, здесь в тексте говорится... Когда вы собираетесь учить, да? Что-то, да? We are all handsome once and there's an app for that. Что для этого есть своё приложение, да? Когда вы играете в игру или изучаете физику, в этом тексте говорится о том, что приложение помогает нам изучать языки, подготовиться к экзамену, что приложение делает обучение интересным. A guided tour through the living world, да? А также мы можем путешествовать по миру, да? По живущему нашему миру. В мире существует более 8 миллионов видов животных и около 300 тысяч видов растений на планете, да? Всё это можно изучить через приложение, да? Apps that are out of this world. А также через приложение можно выйти, изучить мир. Почему бы не остановиться на изучении мира вокруг нас, да? Вокруг вас. В США есть NASA, да? Вы об этом знаете. У NASA есть специальное приложение. По этому приложению вы можете даже изучать галактики, станции, да? И увидеть Землю из камер NASA. Вот такой у нас интересный текст. Обязательно прослушайте видео. Вам станет всё ясно. Выполняем третье и восьмое упражнения. Это наши цели сегодняшнего урока. Read the text again for questions 1.5. Choose a correct answer A, B, C, O, D. Прочитайте текст снова. И на вопросы от 1 до 5 выберите один правильный ответ A, B, C, либо D. Полностью писать не обязательно. Пишите один. К примеру, один A. Это уже сразу правильный ответ. Это вам на размышления. In the first part the writer says that A, the number of apps available is increasing. Будет вот этот правильный ответ. Третье упражнение выполняем. А также восьмое упражнение. Speaking and writing. For developing your speaking and writing skills. Пишем небольшое своё мнение, да? Expressing opinion. Чтобы выразить ваше мнение. Do you think mobile apps are useful? Как вы думаете? Здесь даны вопросы, на них нужно ответить, да? Как вы считаете, мобильные приложения, они очень полезные? Если согласны, да, можете написать why, почему или why not, почему не полезные. А также можете употребить вот эти expressing opinion sentences, эти приложения, чтобы описать своё мнение, да? In my opinion, по моему мнению. И фиаск, если вы меня спросите. I believe that, я думаю, или я считаю, да? Вот таким образом. Эти, вот эти предложения, agreeing, приложение у нас согласие. Disagreeing – это несогласие. Приложение для, чтобы выразить ваше мнение по, про несогласие. А также нам дан пример. I'll wait your feedback until 7 o'clock. Жду feedback. Обратную связь до 7 вечера. I'll wait. The lesson is over. Goodbye.